У меня нет времени Мы зарабатываем время и тратим его Богачи могут жить вечно Остальные же Я всего лишь хочу проснуться и имея на руках больше времени, чем часов в сутках Вот тут на парковке стоит автомат интересный Когда мы туда приехали И рассчитываться только карточками Так как я против электронного лагеря Естественно карточками я практически не пользуюсь Я только пользуюсь ей в банке Когда мне нужны наличные В остальных местах я рассчитываюсь только наличными И тут я не плачу за парковку Потому что, мое мнение, там были отверстия, которые закрыли для расчета наличкой И даже если прилепят штраф То я могу потом в письме это все оспорить Написать, что я не обязан возить с собой карточку Наличные у меня были с собой И я мог заплатить Вот такие вот вещи творятся В Германии сейчас в кауфляндах я знаю Они тестируются Ну потихоньку эти глобофилы потихоньку это все внедряют Так, дурдом крепчает Ну ладно, с автоматом разобрались Даже бумажный автомат не берет Только железный Вот тот домик я в прошлый раз снимал Сейчас я его чуть-чуть приближу Вот на той стороне видно Тот остаток, где я был в последний раз Сейчас мы идем на другую сторону Посмотрим, что там и как, где, что и почему В общем, всего понемножку посмотрим Вот такая вот у нас дорога Прикольная Ну тут две дороги Мы пойдем по этой дороге Огромные булыжники Ну сейчас куда-нибудь уедем Ну тут я вам скажу Сразу видно вот так Что тут какой-то завал был Камни пообваливались явно Довольно много Что тут за обвал был Представления не имею Но смотрится все как Очень сильно Разрушено Что-то тут было Выглядят очень многие Просто как блоки Так, фуэрштайн Фуэрштайн это Как бы огненный камень Вообще Камни тут такие Глыбы лежат Но все Вот мы сколько идем Все вот так выглядит Как будто тут что-то Когда-то Серьезно было разрушено Очень сильно И очень много Мы потихоньку Идем По тропинке Решили пойти обратно Если что Пойдем по дороге Немножко Поднялись Надо наверное Другу Дать Компас Пускай он играется Мишань Ты хочешь Компасом Поиграться? Кстати Мы сейчас ехали Вот друг Не даст соврать Опять Серьезные спуски А машина Включая нейтральную Просто не катится Видно Хороший уклон Причем на подъем Опять Машина почти Без нагрузки идет Это вообще Очень странное Это явление Но судя по машине Видя Под каким уклоном Я понимаю Что при включении Нейтральной скорости Она должна Тем более Нелегкая Очень быстро Разгоняться Но она даже Не думает Там Был такой Крутой уклон Как 50 Она катилась Так и катилась До самого низа 50 Даже Ни на километр Не разогналась Да По деревьям Конечно Я скажу Что наверное Я в тот раз Не совсем прав был Вижу Очень много Деревьев Уже просто Без коры Кто-то Кору Просто съел Но это мы Еще по дороге Будут попадаться Наверное Посмотрим Еще внимательней Но что-то Официальная информация Наверное Была Все-таки верна Кто-то Кто-то съел Тут кору Ну вот Мы немножко Уже забрались На высоту Там где-то Вон крышу Домика Видно За деревом Вот на той стороне Я побывал Уже показывал Все В предыдущем Видео На эту тему Ну такой Тут Пейзажик Тут вот этот Склон У меня Прям Тоже Весь Булыжниках Не везде Правда Это можно Увидеть Но там Проходили Местами Очень хорошо Видно Все Прям Блоками Усыпано Ну Не могу Утверждать Конечно Но местами Выглядит Как будто Какие-то Тут Серьезные Разрушения Были Как-то Так Сейчас Мы еще Пойдем Дальше Посмотрим Ну деревья Тут В прошлом Году Там Сформовые Ветры Были Вот Многие Повыворачивали Они Таки Лежат Многие Вот Поспиливали Ну Тут И Огромные Глыбы Выглядывают Огромные Всякие Разные Есть И прямоугольные Довольно Попадаются Есть Не очень Прямоугольные Сейчас Посмотрим Древья Попадаются Некоторые С целой Корой Вот Например Как Вот Это Лежит Но Большая Часть Все-таки Видно Что Как Съеденная Кора Ну Вот Тут Мы Видим Под Корнями Глину Тоже Глина Присутствует Но Не в Очень Большом Количестве Как Я уже Когда-то Говорил Возможно Просто В горах Она Не могла Удерживаться Смывалась Быстро Ну Пейзаж Тут Конечно Такой Не очень Красивый Сейчас Деревья Почти Нету Но Зато Для нас Как бы Это На руку Мы Все Можем Хорошо Увидеть Все Вот Эти Гигантские Глыбы Огромные Все Ими Тут Усыпано Там Вижу Какой-то Маленький Какая-то Избушка Что Ли Остатки Какие-то Сейчас Мы К ней Подойдем Посмотрим Что Там Такое Было Эта Землянка Очень Интересная Друзья К сожалению Я не знаю Почему Но Видео Не записалось Я Так Вкратце Расскажу Что Там Есть Дверь Она Открыта Я Туда Заглянул Примерно Полтора Метра По Ширине Где-то Два Два С Половиной Метра Глубина Неизвестна Все Засыпано Мусором Сверху Окно В форме Отдушины Ну Примерно Там Не знаю Сантиметров 25 На 40 Неважно В общем Туда Я фонариком Посветил Дальше Я увидел Большую Комнату Примерно 3х3 Метра Глубину Естественно Не Видно Потому Что Отдушина Находится Сверху Вот Это Окно За Той Комнатной Видно Точно Такую Отдушину Уходит Дальше Но Там К сожалению Уже Ничего Нереально Рассмотреть В общем Вот Это Вот Так Назову Я ее Землянка Она Очень Большая И Что Там На самом Дальше Не Известно Вокруг Мы Прошлись Нигде Больше Входов Нет Только Вот Центральная Дверь И Окно В Форме Отдушины Я Подозреваю Что Это Все Таки Какие То Древние Источники Воды И Вот Это Данный Источник Просто Теперь Уже Не Используется Он Никому Не Нужен Дело В том Что Я Во Многих Местах Уже Так И Видимо Подобные Которые Уже Немножко Облагородили Под Современный Вид Их Засыпали Там Двери Железные Стоят Это Называются Как Хранилище Воды Это Я Видел В Вернигородах Есть Тут В Хольберштате Я Показывал На Горе И В Тали Я Видел В В общем То Они Везде Наблюдаются Вот В Вернигородах Недавно Я Показывал Совсем На Самом Колодцев Древних Каких-то Это Мое Мнение Такие Пейзажи Интересные Все Это Довольно Далеко Высоко Мы Уже Поднялись Уже Выше Чем Были На Той Горе Ну По Крайней Мере Визуально Так Смотрится Ну Тут Мало Того Что Вот Видим Деревья Сажены И Вот Одну Скалу Мы Уже Видим Огненный Камень Сейчас Подойдем Поближе И Все Посмотрим И Тут Справа Похоже Вот Эта Станция Где Паровозики Останавливаются Сейчас Тоже Посмотрим Но На паровозе Мы Сегодня Не Поедем Наверное Скорее Сего Не Поедем Да Отсюда Вид Конечно Очень Прикольный Я Так Скажу Но Вообще Такое Впечатление Что Тут Лес Был Когда-то Засаженный Но Масштабы Не знаю Вот Сейчас Данное Время Это Уже По-моему Не год А больше Ни одного Свеженького Деревца Я не вижу Вот На той горе Видел Немножко А тут Ничего Не видно Это Немножко Как-то Странно Неужели Вот Так В таких Масштабах Высаживали Да Он Хаотично Где-то Идеально Ровные Просеки Ну Мы Уже Подходим К станции Почти Дошли Пойдем Уже К этим Скалам К Огненным Камням Пока Паровоз Стоит Решила Снять Его Тут Можно На него Сесть И поехать Но Мы Как-то Не очень Рано Приехали Поэтому Вряд ли Мы Поедем Надо Еще Посмотреть Сколько У них Маршрут Длится У этих Паровозов Так По-моему Я до Паровоза Не успею Дойти Сейчас Попробую Блин Не успел Отправку Перед Моим Подходом Хотел Паровоза Снять И он Сейчас Отчалит Я Не успею Дойти Все Поехал А вот Они Уже Камушки У нас Перед Носом Мы Уже Практически Дошли До Них Сейчас Мы С Компасом Походим Вокруг Них Посмотрим Вблизи Маленькая Имитация Паровоза Ну в общем Нифигаси А цена Кусается На Паровозе Кататься В общем Круг 51 евро Не слабо Так Ну Сейчас Мы Посмотрим Камни Правда Время Я Не стал Смотреть Сегодня Все равно Не поедем Если что Как Нибудь В другой Раз Так Пошли Мы К этим Огненным Камням Посмотрим Вблизи Можно Компасами Тут уже В принципе Пробовать Начать Может где нибудь Такие же Есть Интересные Да Друзья Тут Все Намного Интересней С той Стороны На той горе Я их Насчитал Примерно 7 штук Но В данный Момент Я их Вижу Гораздо Тут Больше Этих Скал Конечно Мы Сейчас Походим И я Чтобы Двоем Сегодня С Михаилом Поэтому Дам ему Компас Он Будет Это Проделывать Иногда С компасом А я Буду Побольше Съемок Делать Ну Пошли Вперед Вот Все Подходим Уже Прямо Близко Совсем Ну По размерам Они Скажу Так Так Пока Сдалека Я Наверное Сделаю Немножко Чуть Сейчас Подыму Приближе Чуть Чуть И Как бы Ну Вот По Михаилу Видно Размеры Да Вот Он В упор Подошел И Вот Там Сверху Ну Есть Огромные Совсем И Довольно Очень Прямоугольные Выглядят Очень Интересненько Я вам Скажу Очень Интересненько И Также Есть У нас С Другой Стороны Справа Рядом Ну Давайте По порядке Не будем Отвлекаться Михаил Уже Проверяет Компасом Посмотрим Может быть Что нибудь Где нибудь Тоже поймаем Подобную Какую нибудь Аномалию Ты хочешь так Пошли по часовой стрелке Михаил Да Конечно Этот обойдем Потом к тому Подойдем Попробуем Обойти Что то там Написано Надо Быстренько Отснять Если что Потом Прочитаем Если конечно Я пойму Что нибудь Но если не пойму Может быть Кто нибудь В комментариях Поможет А я закреплю Этот комментарий Так мне уже Немножко Описание Там сделали Конечно Я не совсем С этим согласен Что вроде как В очень жидком состоянии Ну типа как Наливалось Да Шлага Ну может быть Тут сейчас Вообще трудно сказать Мне все таки кажется Они Были не совсем В жидком состоянии А Как бы Более наверное В мягком состоянии Я бы так сказал Ну тут конечно Интересные есть Прям совсем ровные Какие то Какие то не очень А сверху Просто совсем Есть ровные Да Что тут у нас С тропинкой Мишань Не очень хорошо Обходить Да Тут Немножко Альпинистом Надо стать Потому что Глыбы такие Вот Лежат Передо мной Огромные На нее Не запрыгнешь Что ты остановился А это Альпинисты Тут Они там И тут Понабивали Там В прошлый раз Я был Когда Последний раз Они там Бегали Прыгали Я как раз Их немножко Там даже Отснял Да Тут Камушки Конечно Побольше Чем на той стороне Попадаются Есть очень Просто Огромные Сверху Слева Сейчас подниму Вот она Появилась Глыба Там я даже Не знаю Сколько метров Она Ну очень Не знаю Метров 6 Примерно А может И больше Ну очень Вам скажу Прикольно Очень прикольно Большие Всякие Конечно Вот это Не один Писал Когда-то Он там Зрители Геология Да Написал Что Как это Им Преподавали Это Конечно Интересно Все Но Когда Такие Вещи Видишь Близи Ну что Это Как-то Совсем Даже Близко Вот это Описание Не пляшет Я не знаю У меня В принципе Где-то То же Самое В голове Было Я не помню Уже Может быть Там Со школы Еще Откуда-то Эта информация Я раньше Любил Очень много Документальные Фильмы Смотрел Поэтому Сейчас Сказать Сложно Откуда Это Информация Ну Вот Все В основном С вулканами Связано Поэтому Как-то Видя Вулканы Не Вписывается Это Да Позади У меня Еще Больше Не знаю В разу Два Наверное Да Михаил В разу Два Больше Наверное В смысле И шире И выше Но С этой Стороны Вид Немножко Другой Тут Действительно Смотрится Вроде Как Потрескало Но Все равно Слоями И потом Слои Где-то С одной Стороны Толще Где-то С другой Стороны Толще Это Если Потеки То Они Получаются Примерно Последующие Более-менее Равномерные Тут Нету Этого Потрескалось От перепада Температур Но Это тоже Как бы Да Гранит Он Лопается Потом Гранит Вблизи Если Посмотреть Мы Там Увидим Почему Я С Высокими Температурами Не Очень Это Связываю Опять же Какой До Какой Степени Высокие Там Очень Много Песка Он Должен Поплавиться Но Нет У Меня Ничего Такого Чтобы Взять И Просто Попробовать Накалить Кусочек Один Камушек Гранита И Посмотреть Что С Ним Произойдет Ну А Если Вблизи Посмотреть Сейчас Я Макро Включу Наверное И мы Посмотрим По-моему Так Лучше Будет Видно Надо Это Освещение Наверное Для Макро Съемки Ну Вот Самой Близи Немножко Трясу Но Это Потому Что Очень Близко Слишком Близко Поэтому Так Ну Ладно Идем К следующей Ну Камни Я вам Скажу Большие Ну Впечатления Сейчас Мы К следующей Подойдем Здесь Если Не Очень Хорошо Это Просматривается Что Вроде Как Тут Что То Какое Сооружение Было Разрушено Давайте Подойдем К следующей Пробираемся Сквозь Огромнейшие Глыбы Высоченные Вот Она Мне Практически Ну Если Тут Стоять По Грудь А Если Сюда Встать То Уже По Плечо Как Как Быть Тут Не Навернуться Смотреть На Камеру И Под Ноги Одновременно Не Очень То Удобно Так Вот С Этой Стороны Вроде Ничего Как Бы Особенного Сейчас Мы Ближе Подойдем И Посмотрим С Другой Стороны Ой Куда Так Быстро Стоять Ну Вот Мы Немножко Уже Другой Стороны Подходим Тут Уже Немножко Все По Другому Выглядит Тут Как То Вот Так Ребрами Тут Вот Так Немножко Под уклоном В общем Немножко Тут Странно Уложено Покладено Ветер Иду Под этим Камушком Прям Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу гости и тут он следующее это как-то с той стороны только интересно смотреть ухты блины под таким камушком проходил садре а он это отошел в принципе другие верхние вода должен отвалиться принципе выглядит как мы уже много раз сказали как разрушение это во-первых во-вторых как михаил прошлый раз сказал частично вы понимаете вот это есть только частично на той горе на этой горе да если мы зная вот замки да то они принципе тоже так расположены на разных горах вот с той стороны через учили одна гора тут другая и вот тут те вообще как будто действительно их налили да сейчас мы ближе подойдем туда потом туда потом налево ну король сейчас посмотрим вблизи за может между ними там пройдем туда так нам уже как бы возвращаться и смысла нету нам сейчас тут как-то вот эти обойти пошли к лепешкам иди подходи компасом проверяя тебя сниму когда ты будешь в упор чуть чуть подальше да могли бы тут чуть-чуть и заморочиться сделать хоть немного тропинки а а да 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 блоки как налито всяко по-разному смотрится у михаила видно там внизу он ходит чтоб понять размеры так сдалека когда смотришь вроде небольшие пока близко не подойдешь ну такой дом в несколько этажей так скажем 45 этажа 5 наверное а вот так еще лучше еще понятней вот да цвет камня немного отличаются гранита это если там были он какой-то немного сероватый темный здесь немного красноватый оранжевый какой то ну я бы сказал так песок с мелким щебнем склеенный чем временем как скажут историки за много-много лет все это слипло слежалась да вот михаил показывает с краю темный туда в глубь уже гораздо светлее но ну похоже как данное это воздействие какой вопрос хорошо бы конечно взять один камушек ну блин то надо какую-то печку делать его там нагреть до очень высоких температур нет у меня такой печки да что там миша не увидел здесь цвет совсем другой такой как бы полу стеклянный такое чувство как как будто он натекло да или его сюда как налить взять этот раствор просто на другой налить ну что-то а то то сады по форме они немного напоминают этот айфель мауэр да да углами такими ветер поднялся да интересно конечно все это выглядит вблизи совсем непонятно что тут было но мы как бы можем пофантазировать если что наша информация это всего лишь фантазии так что а то там сейчас начнут многие образованные люди писать да вы не образованные и потом ругаться там словами всякими разными показывает свою образованность да да знаем мы что такое образованный но есть то люди считают много всего в голову свою затолкали считают что они образованные зазубрить а потом это не использовать ходить на работу какую-нибудь наподобие как конвейер и считать себя очень образованным это конечно прикольно да конечно я понимаю что память это важная штука из памяти у меня так как раз и не очень ну да чему-то буду спустимся вот налево прыг камень конечно висит так интересно просто пипец как-то такой козырек прям свисает довольно круто свисает так камушек ты не падай мы под тобой пройдем а тут и весь еще я понимаю так вы ее и тут сколько он весит интересно сколько тонн на сады какой угол щель но все просто а там камень кто-то воткнул что ли такое впечатление что его воткнули туда но вполне возможно чтобы вот когда такие как мы тут гуляют чтобы он не обвалился если отвалится тут все лепешка да тут интересно интересно и не очень не очень непонятно местами совсем даже что это наша дорога совсем не хорошая стала хотя тут смотри вот вроде есть мелкие но свежие ели да ну посмотрим если доживем лет через десять можно будет посмотреть как за расчет нет хотя я там видел где в эндерфурте где на рыбалку ездил горах там делать выстрекли там нету ничего вообще по сегодняшний день уже сколько лет прошло понятно как тут садить то да не вот с этой стороны молодняка много смотри довольно она ровная да под таким углом интересно а тут молодняка много сагму же обошли довольно много хотели где-то мы между ними пройти но потом поняли что возвращаться хуже чем идти вперед но и вперед тут я вам скажу просто жесть но тут конечно пейзаж немного другой угол совсем другой да и они такие где-то выглядят как мелкие очень много всяких мелких разных она сейчас мы тут вот хуже тропиночка идет проберемся как-нибудь между завалов этих короче я перепрыгнул теперь михаил пытается оттуда выбраться сквозь эти завалы пробрались мы между все-таки сквозь эти завалы не знаю как слышно как выглядит интересно интересно вот тут вообще он выглядит как будто тут что-то такое было вот как стена на ну ладно пойдем дальше все равно нам вокруг обходите чуть-чуть приблизить показать потом сам посмотрю а сейчас я тут немножко приближенном виде покажу потому что я не все вижу скорость высокая хочется все обойти поэтому на повышенных скоростях бегаем потом часто сам как и говорил смотрю и что-то вижу интересное это действительно смотрится как кусочек стены как будто тут ну реально так выглядит ну тут как-то интересно кому-то выложено что ли было но там какие-то глыбы внизу я вижу валяется центова с этого ансамбля конечно на видео не всегда это понятно я сколько раз уже смотрел своими глазами когда смотришь немножко все это по-другому выглядит все таки да и тут так выглядит как будто вот это то что я в прошлом ролике показывал как начерчено где-то как начерчено где-то как стыки ну в смысле стыки да а одета по начерчили вроде ну так по крайней мере выглядит конечно утверждать тут ничего на сегодняшний день вообще нереально что тут и как было и вообще как это появилась искусственно ну вот с описаниями конечно никак у меня тут не пляшет не знаю может быть у кого-то пляшет напишите может быть кто-то что-то более реальное может написать вот эти вот вулканы перемешанные массы потом температуру перепад температур трещины но как-то они трескались странно все-таки местами совсем прям очень странно особенно вот на той первой да ну просто на вода видишь он там видишь к все как начерчено ну то что я показывал предыдущих роликах то же самое вот так грамм это вот видно туда же даже непонятно где стык получается вот это вот вот он стык да похоже трещина ну как стык да вот он стык а вот эти остальные все идут как начерчены так он намного выше меня получается да а вот это вот вы как вложенный сюда и причем вот такой вот форма интересной а вот это все цельный идет дальше да просто вообще ничего не понятно тут я вам скажу так что за за вообще как давай как камни делают на стенах да вот тут тоже так выглядит кого-то нанесли раствора потом нарисовали камни и вот тут тоже сейчас приближу немного ну так думаю хорошо видно слушай а тут зум лучше работает хотя вот ширик мне не нравится как-то у него захват маловатый а тут вот ну реально как скалы да но местами вроде что-то напоминает блоки но в основном как скалы да тут еще выше гора возможно и там что то есть но как туда пролезть и вот через вот но посмотрите что тут как тут вообще можно пройти тут вообще нереально пройти просто но тут где-то ходим обходим михаил чуть заика не остался за камня этого выходит тут птица вылетела прям почти из-под ног надо тут а тут вот какое-то как воздействия было да они все как это как разболтали их если взять землетрясения до пошурудить вот так потрясти и вот они все вот так разъехались или или кого туда или как будто на бок просто вот справа налево вот так упала непонятно но это конечно совсем высокая это михаил еще не подошел к ней близко ну вот я стою михаил убежал мечта не убегай пожалуйста быстро я попробую по себе вот вот мое плечо да и вот это вот то что надо мной но метра 3 где-то и он видите тоже тут прочь как прочерченный вроде и чем-то таким ну я бы так сказал большим шпателем когда-то его прочертили сейчас зовут от справа посмотрю как это выглядит похоже это что это упало ну в принципе тут под ногами все так выглядит да вроде выглядит как будто это все свалилась туда на бок а потом тут деревья выросли вот эта кучка с этой стороны посмотрим это не совсем понятно возможно а тут михаил ты подожди меня пожалуйста даже весело у ее чуть не упал ну вот там дерево растет сколько она метров ну с трехэтажный дом наверное не очень большое но тем не менее не маленькая тут совсем ничего не понятно нету как бы с той стороны мы ходили там довольно ровные блоки тут вот но тут вот как бы сильно очень много исчерчено как трехугольничками по-разному вообще все выглядит непонятно чё компас не реагирует михаил так как снять масштабы подожди там ну короче масштабы не получается я дальше отойти не могу вот он стоит я поднимаю 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 и вот верхушка все там интересное увидел да потом посмотри это да конечно это видно и так невооруженным глазом как бы это хорошо видно они все немножко разные если тут приписать но вулкан вообще никак не пляшет он за ним ну как перемешалось да и вот такими кучками но это как-то странно немножко странно что там вниз то есть дорога нету ну надеюсь не возвращаться тут мы довольно дату но очень высоко получается стоим и представляете еще какая высота то есть это масштаб с той стороны надо показывать с этой стороны даже масштабы мы показать не можем довольно высоко забрались на эту скалу да нам постепенно подымались подымались он по камням сколько причем в один в один раз да все просто тут развалилась а почему у нас может развалиться либо какой-то удар либо землетрясение а чего еще может развалиться какое воздействие напишите в комментариях что вы думаете а или что штормовой ветер такие скалы разрушил ну как бы вот возможно тут какие-то сооружения были вот как сегодня замки стоят сохранились да какие то мы их видим на горах их очень много причем я там делал ролик по моему последний он в серии плавили странная история там откуда знали что 90 метров а то там есть и по 200 метров что они на 200 метров докопаются до воды там скалах но это вообще как-то на сегодняшний день по моему определить то нереально там вот на той горе допустим вот девушка есть там вода будет там на 100 метров 200-300 кто может определить на сегодняшний день вот у меня вопросы как тогда определяли что там будет вода что там надо копать колодец заострение тут конечно интересно тут вот видишь то что разрушена у нас под ногами все а там сверху такой вообще висит острый представь он упадет как раз на меня этот камушек лежит я даже его размер не могу вам сказать многометровый десяток метров он туда уходит самый низ огромный просто это михаил смотрится большим по сравнению с ним потому что он ко мне близко стоит ему надо ближе подойти тогда будет понятно да мы спускаемся потихоньку все это довольно высоко так михаил еще не спустился где-то там а я уже немного спустился но еще не совсем спустился еще много спускаться да тут разрушения какие-то были серьезные вопросы чего все эти разрушения произошли все это видно что это скала пусть будет это даже не сооружение пусть будет это ска просто скала но опять же все равно вопрос как она развалилась почему от какого воздействия это тут четко все видно когда ты по ним ходишь ты понимаешь видно что они просто по отваливались и причем даже некоторые просто какими-то группами и даже не расклеились вот и потихоньку все спускаюсь между этих глыб ну в принципе возьмем скажем это уже низ ну высота тут уже не знаю 10 этажка а может даже и больше да вот если от меня сколько тут этажей примерно 10 12 ну да с 10 от 9 10 этажка по моему где-то так выглядит примерно конечно на видео я знаю что это все по-другому смотрится немножко это надо все близко с ним близко когда смотришь все по-другому ну завала тут конечно деревья видно что многие действительно какие-то жуки посъедали некоторые попадаются сухие целые непонятно почему они засохли ну в основном у них кора прям отваливается ну конечно выпилили тут вы ее сколько и понятно как их проблематично отсюда вытащить вон тут целая куча лежит по напилили да там это где-то лебедкой только вытягивать наверно или вертолетом вертолетами смотрел тоже они берут да но это конечно вертолетом дерево добывать это не дешево дерево какая цена у него особенно сегодняшними ценами энергоносители на это вообще дурдом полный а по дурдому знаю что я тут уже решил дурдом на сегодняшний день как можно назвать это все с ног на голову перевернули а потом вокруг своей оси запустили крутиться и вот это такое состояние на сегодняшний день на земле что просто жесть когда смотришь там блин насекомыми начинают людей кормить тут блин и это тут выводят зерно с украины тысяч короче вообще столько информации попадается что дурдом это очень мягкое слово это просто мягкое я даже не могу придумать слово такому вот то что все крутится вот так с ног на голову ну что друзья вроде пишите в комментариях вроде мы обошли более-менее насколько смогли но аномалии с компасом михаил не нашел так иногда периодически он проверял пишите свое мнение почему вот они как они могли образоваться почему они разрушились от какого воздействия на землетрясение как мы тут не сезмическая зона как бы так мы с этой стороны ходили ходили и тут мы ходили ну там я не снимал разве что посмотрим вот горизонтальные пласты но тут как бы я вот тут могу согласиться что что-то потрескало здесь да у но не очень ровно конечно где трещины но тем не менее неплохо почему они так все же более менее ровно потрескались интересно конечно вообще непонятно это вот дело почему именно показали горизонтали почему не по вертикали или наискосок именно все вы задали все примут по вертикали довольно высоко странно как-то это дело выглядит вот довольно толстое дерево ну ему может быть 170 лет да допустим но очень вот это наверное самое толстое что мы встретили сегодня очень толстых деревьев мы просто не можем встретить ну и кто-то конечно подумает сразу но всегда их выпиливали да я вам скажу на сегодняшний день отсюда вытащить лес это очень серьезная проблема а представьте 150 лет скажем назад как их можно было отсюда вытаскивать вертолетов не было или лебедки но были до паровые там но затащите сюда паровой какой-нибудь трактор и попробуйте вытащить ну как бы и масштабы то что я сейчас вижу и тут все среди камней тут вообще когда идешь даже не понимаешь как тут можно вытащить деревья некоторые вертолет до самый оптимальный вариант ну цена это какая смотрела конечно тут вывозят да именно вертолетами не знаю что там с этим деревом они потом делают какая у него цена получается ну вот германия кризис топливом вот то что не могут вывести надо людям отдавать мое мнение все смотрите сколько сухача лежит спилили вытащить не могут отдайте приедут сюда напилят вытащат как-то хотя бы какая-то будет польза а так пропадет добро вот проходим уже не первый ручей вот такие ручьи из гор типа ну похоже как бы на роднички до вопросом конечно как поднимается какие насосы поднимают ее в гору или все же водичка то в горах образуется так ладно посмотрим может еще какие-нибудь интересные вещи найдем ну тут где-то конечно вот видно чуть-чуть дороги есть вдоль дорог конечно можно вывозить лес разговора нет а вот местами смотришь ну просто туда пройти проблематично залезть туда между этих глыб всех да там туда пролезть практически невозможно местами это же интересненько вот мы идем тут такие завалы ну понятно тут что-то под дорогу убрали те камни выше как будто навалено сюда именно сверху вниз они лежат хаотично как они получилось так что они не потрескались они лежат хаотично как попало поэтому как они откуда они так навалились сюда опять вопрос на вопросах постоянно но если какое-то что-то тут разрушилась тогда да возможно предположить так и потом они как упали так упали в общем опять вопросы о какой шикарный серии маслят а кто-нибудь их сырые ел интересно я же уже почти веганец блин непонятно кто я вообще то ем это ним ну как бы есть можно но я так скажу невкусно я знаю я пробовал эти каких быстро хотел сказать елки-палки выскочила с головы белые вот эти вот шампиньоны те да прикольно можно сырыми так без проблем и у них вот эти полезные свойства 24 часа но в магазине когда я покупаю вот в германии на них в основном никогда не стоит даты когда их срезали поэтому покупать довольно проблематично чтобы они не потеряли свои свойства ну завала тут я вам скажу сплошные завала интересно и высоко довольно ну понятно снизу брали ладно согласен убирали отсюда а вот эти откуда сюда так навалились ну когда скалы обрублены я тоже такие видел они остаются ровные целы а тут просто вот огромное количество глыб навалено именно навалено кто их сюда как навалил огромнейшее количество так тут парковка там вниз уходит все вниз там деревня дома с этой стороны речки той которую предыдущем ролике двух показывал и с этой стороны и тут небольшая церковь сейчас мы посмотрим эту церковь когда ее тут может быть где-то написано соорудили тут и посмотрим из чего из песчаника вокруг гранит похоже далеко вроде песчаник да или гранит непонятно сейчас подойдем посмотрим ну небольшая такая интересно сверху крест но такой возможно крест позже но опять же с вот этой шишечкой с таким похожим немного на шарик не очень большая но видно что там по маленькому окну есть подвальное помещение похоже нам похоже что это не песчаник или нет это гранит скорее всего даже местный гранит но и так выглядит как долбленный но опять же я знаю как делается снаружи якобы под старину сам когда-то с песчаником такое проделывал но это не песчаник гранит а на граните это все проделать гораздо сложнее хотя вот какой-то выступ непонятно с чего он такое впечатление он литой да вот это вот и там еще выше такая же они похожи литые с чего конечно литые совсем непонятно совсем никак нельзя понять что это такое было ну выглядит вроде похоже как бы тоже на гранит если гранит то как с гранита лили или как так вырезали в граните причем там он угол непонятно отколотые вырезаны вот это закругление ну в принципе в граните тоже можно вырезать вопрос где ее табличка когда она была построена и ты не нашел дату мишань михаил меня не слышит сейчас мы поищем дату может быть найдем идут металлические соединения но они уже тут явно другая технология тут каким-то как раствором залита не тот свинец такой странный довольно интересный какой-то свинец то что я видел к сожалению нигде не получилось у меня его отковырнуть кусочек попробовать расплавить ну может еще когда-нибудь попадется год наверное реставрация 95 мы нашли прошлого века вопрос реставрация или строили 95 больше никаких дат нету не написано там это была реставрация или это было строительство входа к сожалению нету внутри мы посмотреть не можем а было бы очень даже интересно внутри посмотреть все-таки это гранитное сооружение такой домик прикольный нижний этаж похоже с гранита ну нижний этаж точно он вечный отель кениг или отель король да него там деревом обшиты а там я вижу он кирпично-балочный видать на каких-то остатках тоже скорее всего построены и и таких домиков тут мы прошли уже несколько штук обшитые то они какой-то плиткой то деревом значит скорее всего они внутри такие же кирпично-балочные скорее всего на каких-то остатках за спиной у меня хотя внизу видно гранит вроде как фундамент или облицовка ну красиво сделано конечно с гранита ничего сказать не могу а сверху кирпично-балочные кирпич уже видно новые но это под старину делался это пару этажей там жилой чердак этаж и жилой чердак скорее всего так как-то да тут какой-то каменный сад как Михаил говорит сад каменный или сад из камней куча огромная куча просто ну они может тут и были их просто так разложили аккуратно много тоже домик интересный первый этаж похоже гранитные стены а выше непонятно там заштукатурены и забелены но самый верхний еще и деревом обшиты или даже верхние жилые чердаки так скажем в общем деревня не такая уж маленькая идем идем она не кончается вот отсюда блин глушитель поставь чудик вышка какая-то там на самом верху горы ну наверное я так понимаю скорее всего там воду берут есть у меня такое подозрение в вернигородах в замке видел это на горе сооружение и написано как бы водохранилище есть у меня подозрение что вот в горах часто встречается вода поэтому там и колодцы рыли возможно где-то местами используют по сегодняшний день эти вещи ну вот и все друзья подошла наша прогулка к концу не стали мы всю эту деревню ходить там идет много вниз потом идет много вверх решили хватит на сегодня уже ноги гудят немного напишите в комментариях пару слов свое мнение об этих каких там огненных камнях или огненные скалы это везде там на одной табличке было написано огненные скалы там где-то я смотрел было написано огненный камень в общем названия разные поэтому название вообще не имеют никакой силы я так понимаю или роли ну если поставите лайк буду против можете дизлайк поставить что напишите все равно можете ругаться но только приличными словами не надо обзываться не надо материться на этом пожалуй все всем удачи счастья здоровья пока а и а и Субтитры создавал DimaTorzok